Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами снова поговорим о джазе. Коллеги Игоря Михайловича Бутмана по музыкальному циклу называют его группой захвата, и это совершенно справедливо, потому что все его концерты имеют невероятный успех, залы переполнены, и только если мы слышим, что играет Бутман, с оркестром ли, один ли, безусловно, будет большой интерес к этому проекту. Но нам всегда интересно проанализировать и понять, а как же рождалась будущая звезда. Родился Игорь Михайлович в Санкт-Петербурге и, как все мальчишки Советского Союза, мечтал стать хоккеистом. Ему удавалось совмещать занятия в серьезной спортивной школе, он играл в сборной СК Ленинград, и с успехом учился в детской музыкальной школе по классу кларнета. Он ухитрялся, прибегая на занятия по кларнету, приносить с собой большую сумку, в которой были коньки и вся спортивная форма хоккеиста. А приходя в спортивную школу, он, естественно, брал с собой кларнет. Выбор же сделан был в 15 лет, когда Игорь Михайлович поступил в музыкальное училище имени Модеста Петровича Мусоргского. Он очень увлекся джазом, занимался буквально по 10 часов в день, слушал записи авторитетных, серьезных, уважаемых джазовых музыкантов и понял, что джаз – это его жизнь. Еще студентом Игорь Михайлович начал работать в коллективе Голощокина. Выступал с оркестром Игоря Лунстрыма, с успехом играл в известном в то время джазовом коллективе «Аллегро». Несмотря на то, что в 80-е годы прошлого века джаз в Советском Союзе руководство культуры не очень приветствовало, тем не менее существовали фан-клубы, и по рейтингу любителей джаза в 1985 году Игорь Михайлович Бутман стал лучшим джазовым музыкантом России. Многие спрашивают, почему же тогда Бутман эмигрировал в Соединенные Штаты Америки? А ответ очень прост – в его жизнь ворвалась любовь. Он познакомился с девушкой-американкой, которая была в Ленинграде, на практике изучала русский язык. И таким образом жизнь распорядилась, что он уезжает на ПМЖ в Соединенные Штаты Америки. Уезжал он, как сам же вспоминает Бутман, с маленьким чемоданчиком. Саксофон передали позже, потому что для оформления вывоза саксофона потребовалось определенное время. Сотрудница аэропорта Шереметьево с удивлением спросила, у вас такой маленький багаж, неужели вы не везете подарки? На что он ответил, я сам подарок. Чувство юмора сопровождает Игорь Михайловича всю его жизнь. И я бы даже сказала, помогает ему в жизни. Безусловно, первые годы он очень скучал по родному городу, по друзьям, по близким. И к его счастью, в доме, в котором жили молодожены, обнаружилась незарегистрированная телефонная розетка. И так начались долгие и увлекательные разговоры с родными и близкими. Но однажды Бутман, подняв трубку, услышал разговор двух американок. Они сокрушались, что счета за телефоном приходят по 10 тысяч долларов в месяц. Все стало ясно, розетку замуровали, а с ностальгией за счет американских капиталистов пришлось расстаться. Но тем не менее, несмотря на то, что быт в Америке со временем был налажен и налажен достаточно хорошо, Бутман возвращается в Россию. И опять в его жизнь ворвалась любовь. С Оксаной он познакомился в 1993 году. Она пришла с солистом группы «Моральный кодекс» с Сергеем Мазаевым на концерт Игоря Михайловича. Она сразу же ему очень-очень понравилась. Несмотря на то, что он был свободным и разведенным к тому времени человеком, отношения сразу не складывались. И тогда он предпринял вот что. Он приглашает ее на один из своих концертов и прямо со сцены заявляет. В зале сидит девушка, которая мне очень нравится. Я для нее написал вальс и сейчас вам исполню. И состоялось это 30 сентября 1995 года. Лед в отношениях тронулся и образовалась новая счастливая семья. А теперь вернемся к творчеству. 26-летний Бутман попадает в Соединенные Штаты Америки. Он болеет джазом. Он хочет познакомиться с выдающимися великими джазовыми музыкантами, которые для него были и остаются кумирами. И это ему удается. Он исколесил с гастролями буквально всю Америку. Он сделал все для того, чтобы понять и почувствовать, а что же такое джаз. Он закончил школу Беркли и получил диплом джазового исполнителя и композитора. Он играл на одной сцене со знаменитым коллективом джазовым Вашингтона. Он играл в одном из самых престижных джазовых клубов в Нью-Йорке. И все это он сделал для того, чтобы понять, почувствовать джаз, чтобы донести джаз людям. Вернувшись в Россию, он занимается организацией российско-американских джазовых фестивалей, на которые приглашает ведущих джазовых американских исполнителей. Это были буквально революционные фестивали. Он создает Биг Бен, руководителем которого является и по сей день. Но, несмотря на эту деятельность, он по-прежнему активно гастролирует в России и далеко за ее пределами. Мне всегда очень интересно проанализировать, какие концерты являются знаковыми, значимыми для музыкантов. И вот одним из концертов Игорь Михайлович называет концерт, который состоялся в зале Линкольн-центра. И это был концерт с оркестром Юрия Башмета. Мне посчастливилось увидеть этот концерт. Ну и, безусловно, я заинтересовалась стоимостью билетов на этот концерт и за какое время были проданы билеты. Я нисколько не удивилась, что билеты были проданы всего за две недели. И стоили они от 5 до 75 долларов. Мало кто знает, но Игорь Михайлович еще и танцевал на сцене. И состоялось в первый раз это на концерте, на котором Ирина Отеева пела с оркестром Лундстрема. Бутман решил с хохметьей в одном произведении, выскочил на сцену и исполнил несколько танцевальных движений в стиле Андрея Миронова из фильма «Бриллиантовая рука». Надо сказать, что это выступление имело огромный успех как среди зрителей, так и среди исполнителей. Олег Лундстрем впоследствии часто просил Игоря Михайловича повторить что-либо этакое на концертах, особенно если концерты были сборными. Часто джаз давали, ну как говорится, в нагрузку концертам машины времени. Ведь машина времени до определенных пор была запрещена для сольного исполнительства. И вот на таких концертах Игорь Михайлович, что он называется по просьбе Олега Лундстрема, шутил. Как я уже сказала, среди его поклонников много людей, знаменитых, известных и многоизвестных политиков. Один из курьезных случаев, который произошел с Биллом Клинтоном, мне вам хочется рассказать. И было это на официальном приеме Бориса Ельцина. Перед выходом на сцену тогдашний руководитель охраны Михаил Барсуков предупредил Бутмана «Если будешь играть плохо, пристрелю». Конечно, Бутман старался и играл очень хорошо, чтобы его не пристрелили. Ну а если честно, мне кажется, что эти слова можно говорить абсолютно всем артистам, когда они выходят на сцену. Ну а если серьезно, думая о творчестве Игоря Михайловича Бутмана, я абсолютно уверена, что он свернул горы в своем направлении. И я понимаю, для того, чтобы свернуть горы, не обязательно таки наличие самих гор. Нужно присутствие чувства юмора, нужно жизнелюбие, нужно невероятная любовь к зрителям, к тому делу, который ты делаешь. Титаническое просто трудолюбие. Все это в нем присутствует. И я абсолютно уверена, что пока есть силы и здоровье, он будет радовать нас, играть для нас с вами джаз. А мы его поклонники желаем ему здоровья и долгих творческих лет. И я с гордостью хочу сказать, что Игорь Михайлович не раз выступал в этом здании. Он давал концерты в киноконцертном зале «Панорама», и в холле бизнес-центра «Тверь». И, безусловно, нас с вами ждут новые встречи с джазом, с Игорем Михайловичем Бутманом и с коллективом, которым он руководит.